Добрый вечер, это проект в центре в студии Сергей Брага. Визит в Приднестровье Дмитрия Рогозина сегодня комментируют российские, особенно молдавские СМИ не смогли эту тему обойти и мы, и у нас в гостях политолог Михаил Кушаков. Добрый вечер, Михаил Николаевич. Михаил Николаевич, самые разные комментарии, вплоть до абсурдных, обсуждается даже хронометраж пребывания господина Рогозина в Приднестровье. Сказано было в молдавских СМИ многих о том, что он больше провел времени в Приднестровье, чем в Молдове. На ваш взгляд, как можно оценить итоги визита Дмитрия Рогозина в Тирасполь, Бендеры, Днестровск? Если говорить о Кишиневе, то встреча в Кишиневе заранее планировалась и там была проведена подготовка этой встречи на всех уровнях министерств России и Республики Молдовы. То есть это ежегодное заседание экономической комиссии и я думаю, что результаты ее, в принципе, они, можно сказать, для Молдовы и для России в целом оцениваются как положительные. Конечно, может быть, молдавской стороне хотелось бы что-то большее иметь, но дело в том, что сама молдавская сторона должна быть заинтересована в том, чтобы развивать свои отношения с Российской Федерацией. Но в последнее время мы наблюдаем абсолютно иную практику. Несмотря на то, что самые большие экономические, так сказать, преференции Молдова получает из России, это и больше одного миллиарда долларов денег, которые ежегодно присылают молдавские гостарбайтеры на родину, которые помогают содержать фактически треть населения страны в Молдове, которые являются третьей частью, так сказать, молдавского бюджета. В Россию и другие страны СНГ, там страны таможенного союза, поставляется львиная доля молдавской продукции, поэтому с этой точки зрения, в принципе, Молдова должна быть, казалось бы, довольна. В то же время ряд политических обозревателей, экономических отмечает в том, что несмотря на то, что в Кишинев прибыл огромный десант российских предпринимателей, с молдавской стороны, собственно говоря, им особо-то и предложить было нечего, то есть каких-то конкретных предложений. То есть, если сторона заинтересована в том, чтобы она имела, так сказать, помощь какую-то конкретную в виде капиталовложений, инвестиций, то она должна, естественно, этот вопрос готовить. Но сегодня мы знаем о том, что сегодня молдавская сторона ориентируется как бы на Запад и считает, что ее интересы на Западе. Хотя, как практика показывает, уже на протяжении многих лет эти интересы никак не реализуются практическими какими-то действиями. Есть какие-то фрагментарные, так сказать, фрагментарная какая-то помощь оказывается Молдове, но она существенно не влияет на рост молдавской экономики и снятие социальной напряженности. Больше, наверное, выражается эта помощь в каких-то грантах, которые позволяют поддерживать усилия нынешнего правящего альянса. Кстати, необходимо заметить, что визит Дмитрия Рогозина проходил на фоне роста оголтелой русофобии, которые, вот мы все с вами сидели, мы с вами видели вот этот вот вопиющий факт, так сказать, фонтан русофобии, когда учитель, собственно говоря, скатился до политического пятиконтропа, и таким создал вообще негативный, фактически почти нецензурно выражался в адрес русскоязычного населения Молдовы. Естественно, необходимо, так сказать, отметить то, что в преддверии визита высокого российского чиновника высказался, в том числе и Бухарест, то есть, как бы, упреждая некоторые вопросы, которые должны были решаться в Кишиневе и в Тирасполе, значит, министр иностранных дел, собственно говоря, упреждал молдавских чиновников, в частности, вот в открытии консульства в Тирасполе. Хотя этот объект, он совершенно необходим для того, чтобы обслуживать более 170 тысяч граждан России, которые проживают на территории Приднестровской Молдавской Республики. Почему тогда такой вой в Кишиневе поднялся по этому поводу? Многие говорят, эксперты, так называемые молдавские, о том, что это факт признания независимости Приднестровья. Я даже бы сказал наоборот. Это говорит о том, что Молдова, наоборот, не признает Приднестровья частью своей территории. Дело в том, что если они признают Приднестровье своей территорией, то они должны были сами сказать о необходимости открытия этого, так сказать, консульского пункта с тем, чтобы облегчить жизнь граждан, которых они считают своими. То есть абсурд получается. С одной стороны говорят, что это территория, так сказать, Молдовы, а с другой стороны, так сказать, отказывают сами себе в открытии вот этого консульства. Хотя все прекрасно, юристы и, так сказать, международники, все прекрасно понимают, что консульство это и есть, является одним из атрибутов, так сказать, государственности, то, что признание, так сказать, территории этого государства. Ну, дело здесь молдавской стороны, конечно, надеемся, что переговоры, которые будут проведены в ближайшей перспективе, они, собственно говоря, увенчаются тем, что это консульство будет открыто, возобладает здравый смысл, по крайней мере. Ну, возвращаясь к фону, сам Дмитрий Рогозин, я его процитирую, говорил, что он приехал в Приднестровье для того, чтобы пощупать, для того, чтобы посмотреть, для того, чтобы познакомиться. Фон, который был в Кишиневе во время его визита, он позволил ему понять ситуацию? Я думаю, что, несомненно, я думаю, что ему удалось, так сказать, еще раз убедиться в том, на каких позициях стоит ныне действующая власть в Молдове, какие ориентиры являются для нее приоритетными, то есть, и какое значение имеет Российская Федерация во внешней политике и внутренней политике Республики Молдова. Думаю, это стало, несомненно, очевидным. Ну, и особенно вот этот вопиющий факт русопобии, который продемонстрирован был на всему миру, за который пришлось, собственно говоря, руководству Молдовы извиняться перед как российскими соотечественниками, так и перед руководством России. Это очень недружественный, так сказать, шаг, и его, наверное, так сказать, и оценка ему еще будет дана, я так думаю. В эксклюзивном интервью Первому Приднестровскому телеканалу Дмитрий Рогозин спросил у нас, чувствуем ли мы горячее дыхание Москвы. Чувствует ли экспертное сообщество в Приднестровье это дыхание? Несомненно, мы чувствуем, так сказать, конкретную поддержку России, нас, соотечественников нашей республики. И, наверное, во многом, так сказать, благодаря России мы имеем возможность мирно строить свою жизнь здесь. Это и российское военное присутствие здесь, имеется в виду миротворческая операция, которую проводит Россия. Это беспрецедентная миротворческая операция, которая фактически не имеет аналогов в мире, и она позволяет нам даже в таких сложных условиях экономической блокады все-таки строить мирную жизнь. И, несомненно, мы чувствуем поддержку России и в других вещах. Это и помощь пенсионерам, это и поддержка системы образования, системы здравоохранения. И, так сказать, в других, так сказать, направлениях мы чувствуем поддержку России. Согласны ли вы с Дмитрием Рогозиным, что в то время, когда идет торможение переговорного процесса по молодоприднестровскому регулированию, самое время заняться выработкой стратегии развития Приднестровья социально-экономическими проблемами? Несомненно, приезд Дмитрия Рогозина ознаменован тем, что мы видим охлаждение, так сказать, молодоприднестровских взаимоотношений, в частности, в переговорном процессе. Значит, наши усилия направлены на то, чтобы, так сказать, улучшить атмосферу в переговорах, решить конкретные экономические вопросы, так сказать, столкнулись с стеной абсолютного игнорирования интересов преднестровцев, в том числе и в переговорном процессе. Мы видим, что те инициативы, которые были предложены, они встречают, по крайней мере, непонимание сопредельной стороны. И в нынешней ситуации действительно, наверное, есть необходимость на том, чтобы еще ближе, так сказать, активизировать свою работу с Российской Федерацией, то есть, как предложил вице-премьер российского правительства определить направление развития, так сказать, экономики Приднестровья, получить конкретную, так сказать, поддержку со стороны России и решать те вопросы экономические, которые в том числе будут направлены на решение социально значимых вопросов для жизни всех приднестровцев, каждой приднестровской семьи. Я думаю, что это действительно правильная стратегия, которая выбирается. Наверное, необходимо тут еще добавить то, что была выработана концепция внешней политики Приднестровской Молдавской Республики, которая направлена на нашу дальнейшую интеграцию со странами Таможенного Союза, Евразийской Ассоциации. Я думаю, что это действительно перспективный путь развития, даже на фоне того, что сейчас Европейский Союз охватил всеобщий такой кризис, и мы наблюдаем огромные социальные потрясения, которые происходят буквально недалеко от нашей границы. Это и Греция, это и Италия, это и Испания, это и другие страны Европейского Союза. Что говорить там, даже та же Румыния, та же Болгария, все это абсолютно не обошли. И в то же время мы наблюдаем активную экономическую интеграцию стран Евразийского Союза. Об этом отмечает в том числе и Международный валютный фонд, и другие европейские структуры. Думаю, что эта политика, которая избрана Приднестровьем, она на сегодняшний момент верная. И я думаю, что мы вправе рассчитывать на поддержку наших действий со стороны Российской Федерации. Спасибо большое, Михаил Николаевич. Мы будем рассчитывать, что консульство российское в Террасполе будет открыто в самое ближайшее время. Это был проект «В центре». Меня зовут Сергей Брага. До свидания.